Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Мы посмотрим сегодня на графики по биткоину. Биткоин пролился ниже 20 тысяч долларов, но затем был отскок. Мы поговорим об этом подробнее сегодня. Подпишитесь на канал, где уже 77 тысяч подписчиков, поставьте лайк. И поздравляю всех держателей токенов МСРТ и тех, кто поддерживает наш проект Magic Craft. У нас скоро уже будет 100 тысяч подписчиков на Твиттере. И вообще очень быстро растет наша комьюнити. Если собрать все социальные сети, там получится около 300 тысяч человек. Ну и наши планы на ближайшее время – это залиститься на крупных биржах, запустить публичный бета-тестинг нашей игры. Пока что у нас закрытый бета-тестинг. Но для того, чтобы присоединиться к нему, вам нужно иметь либо 1 миллион токенов МСРТ, либо как минимум одну игровую NFT-шку из нашей Genesis коллекции. Несколько тысяч NFT-шек еще не распродано. Но и очень важный момент – то, что в одной из этих NFT спрятана Тесла. Настоящая Тесла. Ну а теперь давайте перейдем к техническому анализу по битко. Откроем графики. Ну что сказать, рынок сегодня в основном красный, что фондовый, что криптовалютный. Coinbase минус 6%. Google минус 5,4%. Qcom минус 5%. Meta минус 4%. Не очень, конечно, хорошие новости. Ну и давайте посмотрим на криптовалюту теперь. Текущая цена биткоина составляет 19 790 долларов. К сожалению, да, мы пролились ниже 20 тысяч. Ну и пока что биткоин все-таки пытается удержаться. Мы вышли вниз из этого восходящего канала, который был у меня прорисован на графике. Ну и дальше биткоин может пройти к следующему уровню поддержки. Как минимум на 18 с половиной тысяч долларов. Давайте посмотрим на недельный таймфрейм. Здесь стахастик в зоне перепроданности. На месячном тоже в зоне перепроданности. И на дневном тоже стахастик находится в зоне перепроданности. И фактически, если индикатор находится в зоне перепроданности, это хорошее время для того, чтобы покупать биткоин. Ну и что теперь нужно сделать для тех, кто хочет зайти в сделку по биткоину? Нужно ждать, конечно, развития событий. Если биткоин прольется еще ниже, можно там его подхватить и зайти в лонг. Где-то, я думаю, на уровне 19 тысяч долларов, например. От этих уровней возможен отскок на биткоине. Вообще, я рассчитывал на то, что биткоин пойдет пробивать эту красную трендовую линию, которая у меня на графике обозначает глобальный нисходящий тренд. Но пока что биткоин идет ниже. Давайте перейдем на более мелкий таймфрейм, на часовой. Был отскок на биткоине, что тоже, в общем-то, хорошо. Но отскок, конечно, не очень уверенно, и тут нужно смотреть еще, как будут развиваться события. Я бы поставил ордер на покупку биткоина вот здесь, на 19 тысяч 100 долларов, стоп-лосс на 17 тысяч 500. И если рассчитывать на какой-то глобальный движ, я бы поставил тек-профит на обновление максимума на биткоине. Но можно, конечно, открыть какую-то сделку покороче. Посмотрим на 15-ти минутке. Здесь стахастик в зоне перепроданности. Но, похоже, тут формируется восходящий треугольник, нет? Хотя, по идее, он тогда уже пробит вниз. Ну, в таком случае, я думаю, что можно было бы попробовать зайти в лонг вот от дневной поддержки на 19 500. Но, с другой стороны, биткоин может пройти еще ниже. Если вот посмотреть на 4-часовой таймфрейм... Мне кажется, в любой момент биткоин может оттолкнуться и пройти выше, вот, все-таки в направлении к этой глобальной трендовой линии. И попытаться ее пробить. Ну, в общем, глядя на все это, если открывать какую-то короткую сделку прямо сейчас, то я бы заходил все-таки на биткоине в шорт. В расчете на поход вот к дневной поддержке. Давайте померим, какое тут расстояние до цели. 1,51%, если торговать без плеча. Ну, с 10-м плечом это получилось бы 15%. В общем, поговорили о биткоине. Ну, и теперь давайте перейдем к проекту Magikraft и токенов МСРТ. Рекомендую сейчас полистать YouTube и убедиться в том, что очень много инфлюенсеров начинают уже говорить о нашем проекте. Очень много видосов записывают. Посмотрите, 7 часов назад. 16 часов назад было видео. 19 часов. 22 часа назад кто-то сделал видео. Ну, прекрасно, конечно. Такая шумиха проекту не помешает. На твиттере Magikraft у нас уже почти 100 тысяч подписчиков. В закрепе есть трейлер нашей игры. Можете на нее посмотреть. Также очень важный момент в том, что 1 сентября я буду в гостях у Битбой. Мы будем проводить лайвстрим. И там я расскажу немного тоже о проекте Magikraft. Не пропустите эту трансляцию. Я думаю, что будет интересно. Это мы на самом деле не проплачивали это интервью. Не подумайте, они реально нас пригласили. Также обратите внимание, что мы проводим сейчас Глим-компанию. И вы можете выиграть NFT или токены МСРТ. Общий прайс-пул составляет 20 тысяч долларов. Что еще интересно вам показать? Ну, вот мы тут с доктором Дживана играли в игру Magikraft. Один на один рубились. Это было, конечно, эпично. Это еще не готовая карта. Конечно, она в разработке. Но мы вот ее как раз тестируем. Да. Так вот, идемте дальше. Что еще интересно вам показать по проекту Magikraft? Скажу вам, что социальные сети проекта очень сильно растут. Какую платформу ни возьми, везде прибавляются подписчики и фолловеры. Вы тоже можете присоединиться к нашему телеграм-чату. Все ссылки вы можете найти на нашем официальном сайте. Magikraft.io. У нас очень активная комьюнити. Так что тоже присоединяйтесь. И всех, кстати говоря, благодарю за такую активность. И я все еще в переговорах со своими юристами. На предмет того, имели я право из своих собственных денег выкупать с рынка токена MCRT. Давайте посмотрим на текущую статистику токена. Текущая цена составляет 0.0134. MarketCap 21 миллион долларов. Место в рейтинге криптовалют мы занимаем 591. И наши блокчейны SmartChain, Solana, Phantom и Ethereum. Суточный торговый объем 843 тысячи долларов. Ну и это чарты по токену MCRT. Вот если посмотреть на месячный, здесь виден, конечно, рост в течение 30 дней. И рост за 30 дней был на максимуме 1000%. И вы можете отправить также свои токены в стейкинг. Узнавайте все детали на сайте magicraft.io. В данный момент за стейка на 444 миллиона 182 тысячи токенов. Фактически треть от циркуляции токенов находится сейчас в стейкинге. Ну что ж, о биткоине поговорили, о токене MCRT тоже. И давайте пойдем дальше. Посмотрим на NASDAQ. Что там сейчас происходит? А там тоже происходит падение. Спасибо тебе, Джо Байден. И к этому мне больше добавить нечего. Да, здесь график, конечно, не очень веселый. Валимся мы к ближайшей поддержке, которая находится на уровне 11 990. Давайте посмотрим на дневной таймфрейм. Здесь стахастик находится в зоне перепроданности. На недельном стахастик находится в зоне перекупленности. Черт возьми, я думаю, что мы можем пролиться еще ниже. Куда мы можем уйти? Я думаю, что на отметку даже 11 720. Ну, если мы не удержимся даже на этом уровне, 11 720, то прольемся еще ниже. И следующая остановка на отметке 10 530. Такое вполне возможно. Посмотрим, конечно, как будет развиваться ситуация на рынке, но пока что выглядит все не очень. Убедительно. Мы возвращаемся, похоже, в 2020 год. Именно тогда мы сидели на уровне 10 530. Вернемся теперь на криптовалютный рынок. Посмотрим, как там выглядит общая капитализация. Но етить-колотить. Мы уже почти достигли отметки 900 миллиардов. Посмотрите, мы поднимались до отметки 1.18 триллиона. Но и сейчас все это преимущество испаряется. Опустились на 920 миллиардов. Очень много денег ушло с рынка, конечно. И сейчас мы, обратите внимание, подошли к уровню поддержки. Если мы здесь не удержимся, то прольемся еще ниже на следующую поддержку на 827 миллиардов. Но, судя так, по индикаторам, мы все-таки можем удержаться на текущих. Но если нет, то можно ожидать следующей просадки. Туда уже ниже 900 миллиардов долларов. Ну что ж, я думаю, что на этом на сегодня достаточно. Поговорили о биткоине, о рынках, о токене MCRT. Если вы хотите купить токен MCRT, то под этим видео есть необходимые ссылки. И вы также можете зарегистрироваться по моей ссылке на криптовалютной бирже Bybit. И получить бонус 4450 долларов. На этом действительно все. Спасибо, что посмотрели этот видос. Те, кто уже является держателем токенов MCRT, я, конечно, вас поздравляю. За последние 30 дней токен сделал очень большой рост. На пике это было 1000%. На этом все. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра.